Ну давайте мы порассуждаем уже над местом Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам. Это 5 глава и 14 книжек. Посему сказано, встань, спящий, воскресни из мертвых, я свете тебя, Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавые. А времени по-аборее. Вы знаете, очень разные определения, что такое, ну люди высказывают, что такое время, что оно значит. Кто-то сказал, что это отрезок продолжительности, отрезок продолжительности, и в которой происходят события. Кто-то сказал, что это промежуток между вечностями, я с этим готов согласиться. Да, было время, когда не было времени. Была вечность. До начала людьми на вселенной, до начала того, как Бог начал творить, создавать. А потом Бог такой вот между этим вечным, безвременным, как его назвать, даже не знаю. Бог врезал вот этот отрезок, который назвал время. И вот во времени, за вращались они светила. Вот, Бог повелевает и создает эту землю, создает живущего на ней человека. И мы уже знаем, мы уже в курсе дела, что мы живем во времени. Что мы все временные. Раньше жили много, потом меньше, потом еще меньше. Так вот, у Бога мы уже знаем, что во всяком случае есть три измерения времени. Это прошлое, это настоящее и будущее. Интересно, что вот это определение связано с личностью Бога. Помните, Священное Писание говорит, что Бог вчера, прошлое, Он сегодня и вовеки тот же. То есть время как-то к Богу привязано. Понятное дело, придет время, когда Священное Писание говорит, ангелы, на театре сказала, что ему было открыто, что времени больше не будет. Придет время, что времени не станет больше, и снова нас станет безвременное существование. Существование вне времени, как Бог существует. Вот в таком люди будут цель, чтобы не существовать. Но пока что мы во времени. И Священное Писание говорит, что времени нельзя относиться, а пока. Время проходит, с чем его только не сравнивают. Это как удар молотка, это как светок полевой, он быстро. Это как, ну, пар, являющийся на малое время. Очень много сравнений, выражений, наверное, во всех народах, во всех временах было относительно времени. Время очень быстро проходит, мы грустим, мы грустим, мы седина, морщины мы это слышим. Значит, появляется, вот, стареем, но кто-то сказал, интересно, я не знаю, где оно вышло, но сейчас я его услышал впервые, что время – деньги. Время – деньги. Ну, я просто взял вот этим выражением, и знаете, кое-чем я согласился, а кое-чем нужно, как говорится, ну, можно что-то взять для себя. Во всяком случае, тут что-то есть. Ну, первое, в чем разница, что время создал Бог, деньги создали люди. В этом было романное отличие. Но что-то у них есть общего, ну, например, трата. Например, трата. Есть категория людей, которые совершенно не умеют удержать денег. Как только они получают зарплату, все, три дня, четыре дня, как говорится, море по колено. Направо и налево, пиры и гуляния. А потом что? Ну, а потом долги, а потом и уныние. Потому что вот, все, деньги расстраивали, в долги еще больше зарезли, и вот такое. Это что касается денег. Так вот, со временем у многих людей происходит точно то же самое. Точно то же самое. Им кажется, что это бесконечно вот то, что они имеют. Время. Время у них, особенно молодым людям, а какой старость? О чем вы говорите? Когда кто-то сказал, что удивительный народ старики, не рождаются, но у них не рождаются стариками, умирают. И постоянно есть, никуда не исчезают. Так вот, хочу молодым сказать, как бы вы над нами не посмеивались, вас тоже ждет то же самое. Вы тоже будете старичками, о которых скажут вот удивительные на глаз старички. Вот эти все пожилые люди, которые в этом саде, это все молодежь в прошлом. А сейчас пожилые люди. Молодым хочу сказать, будете пожилыми людьми, обязательно будете. Это еще благословение, если даст Бог на жизнь до старости. Это еще очень большое благословение. Вы знаете, когда я был на кладбище, я поражен, поражен, сколько молодых людей там лежит. Красивые памятники, красивые портреты, красивые надписи, трогательные до слезы надписи. А возраст поражает. Молодые 20 лет, 18 лет, 23 года, 30 лет. Почему? А потому что вот недавно даже до старости. Потому что время, время недавно было. Или растражированное, тратенное неправильно. Так вот, о растрате времени. С утра, вы знаете, просыпаемся с благими намерениями. Сделать полезное. Кто-то на работу, кто-то еще. Перед работой помолиться, перед работой порассуждать. Особенно, если это выходные, кажется, он такой будет длинным, этим выходной. И начинается человек, ну, как получил, получил. Эх, такая свобода. И тут идут телефоны, звонки, телевидение, компьютерные игры. Кстати, хочу сказать, компьютерные игры. Как-то недавно читал одну очень умную статью насчет компьютерных игр. И ученые, люди, которые этим делом занимаются, определенно утверждают, что это точно то же самое, что наркотическая зависимость. Когда человек попадает в компьютерную, в эту игровую зависимость. Игроман их называют. Они точно так же становятся связаны. Точно так же попадают в зависимость и не могут от него освободить.